Юность Поднимая, ребята, якоря Мы рождены для дел больших, а не для пустяков И нет у сердца выходных отгулов отпусков И нет у сердца выходных отгулов отпусков Мы рождены для дел больших, а не для пустяков Век такой короткий, надо торопиться А не то мгновеньем обернется год Всем известно, что вода, как говорится Под лежачий камень не течет Мы рождены для дел больших, а не для пустяков И нет у сердца выходных отгулов отпусков Мы рождены для дел больших, а не для пустяков Мамочка приготовила на завтрак киске Что-то вкусненькое Не копайся, а то остынет Ешь пиндорку, пожалуйста Я не хочу больше Ешь, не спорь, тебе нужны витамины И пожалуйста, не говори ничего лишнего Отвечай только на вопросы, которые тебе будут задавать Если меня спросят, хочу я быть художником или нет, что говорить? Правду или нет? Веня, мы с тобой уже обо всем договорились Живопись, это твое призвание Я хочу, чтобы ты был художником и ты им будешь Представляешь, один прекрасный день Мы с папой придем на твой вернисаж Поэтому я очень сильно сомневаюсь Ну знаешь, хватит Учти, что Спартак Миронович нас ждет в институте Ровно в половине двенадцатого Ты готов? Собрался? Да Слушаю Здрасте Да вот, собираемся Нет, что мне волноваться Сейчас Тебя, Спартак Миронович Мог бы и повежливее Да, Спартак Миронович Очень рада слышать ваш голос Огромнейшее спасибо Он говорит, Кисик Что твои рисунки на комиссии будут рассматриваться первыми Да, Спартак Миронович? Хорошо Конечно Собирайся Да, Спартак Миронович А вы уже показывали рисунки в Вене Сергея Сергеевича? Да Но это, собственно, не имеет значения Простите Не поняла Почему не имеет? Ну, как бы это точнее выразиться Витя Риму кажется, что Хотя Вениамин мальчик не без способностей Но работа его слишком уж ученические Нет индивидуальности, необходимой для поступления в наш вуз Мой Андрей Степанович все время собирается вам позвонить На последнее время он так безумно занят Андрей Степанович, подпишите, пожалуйста Шофера можно отпустить пообедать? Да, конечно Машина мне понадобится только в половине четвертого Да, и еще вот что Елена Яковлевна Пожалуйста, после совещания Соедините меня с Академией художеств Хорошо? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Но это, как вы сами понимаете Обязывает нас в кратчайшие сроки Разработать проект второй очереди Подъездных путей Да, как говорится, все начинается с дороги Но в этом квартале Андрей Степанович с этим делом Ох как тяжело будет Опять же смежники Подводят малео Смирники. Рокимыч, тебе на Смирников грех жаловаться. Они мне говорят, что ты из них всю душу вымытан. А без этого с ними нельзя. Верно. Алло, Серденников слушает. Что? То есть как? Какой рюкзак? Подожди, Стэлла, подожди. Извините, пожалуйста. Я тебя предупреждал, дорогая. И, черт, дери этот твой институт. Подожди, Стэлла, не паникуй. Мне нечего звонить ни в какую милицию. У них и так дел хватает без нас. Да. Ничего с ним не сделается. Ну, хорошо, хорошо. Мне некогда. Приеду, поговорю. Андрей Степанович, да что стряслось-то? Венька. Сын из дома сбежал. Безвечный миф двадцатым веком Разрушен вдоль и поперек Суть сотворения человека Лишь в сотворении дорог Нас те же бурные пороги И твердый грудь равнин земных Прокладывают нас дороги Прокладывают нас дороги Прокладывают нас дороги Как мы покладываем Дороги мир пресекают Влад с человеческой судьбой И города соединяя Распределяют нас порой Бывает так Ты торопился Рубил большок За пять и пять А надо было лишь тропинку А надо было лишь тропинку А надо было лишь тропинку От сердца к сердцу А когда ты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А где у вас тут контор Чего? Контора Где спрашивают Да вон Сзади тебя А зачем? Надо Так Москвич значит Прописка правильная Сидельников Вениамин Андреевич Сидельников? Сидельников Послушай Сидельников А ты директору нашего проектного института? Случаем, не с сыном приходишься? Случаем не прихожусь. Надо же. А все совпадает. И фамилия, и отчество. Я сирока. Вопросы еще будут? Да нет, сиротинушка. О вашей бригаде я особо говорю. Собмеханизмы работали, как часы. Там, я-нибудь, знаете, машины так, как вам не хватает. Да еще хламоны ваши лучший бульдозер утопили. Да что они? А мы при чем? Да вы, друзья, иди. А что эти мужики толковые? Да просим, да. Да, что же снять на плач. Сколько они еще будут заседать? Сколько надо, столько и будут. И долго мне тут торчать? Скорый какой? У нас рабочий день, между прочим, 8 часов. Так что не волнуйся. Время есть. Ну, а все-таки, зачем тебе, Яков Иванович? Нужен. Тебе-то что? Ну, чего? Просто если ты насчет работы, так нечего тут рассиживать. Иди вон к инспектору по кадрам. Был я у него. Что, неужели не берет? Не берет. Да не может этого быть. Нам рабочие руки во как нужны. А он что, на отрез отказал? Представь себе. Ну, не знаю. Яков Иванович, вас тут человек дожидается. Пожалуйста. Примите его, это очень важно. Он хочет на работу устроиться, а его не берут. То есть, как не берут? Ну, вот так вот не берут и все. А ну, зайди, разберемся. Давай. Яков Иванович, Евстенеева мне. Ты чего там бюрократию разводишь? Тут тебе не Европа, дорогой мой. У нас еще пока работы не в проворот. А что так делится? Ты почему человеку отказал? Он жалуется. Как поменял? Вениамин Сидельников. Сидельников Вениамин. И вы мне голову морочите с этим Сидельником. Я ему слесарем предлагал, а ему, видишь ли, бульдозер подавай. Восемнадцати лет еще нету, мальчишки. Ясно. Что же ты, дорогой мой, занятых людей в заблуждение умудешь? Да они же мне слесарем предлагают работать. А я бульдозеристов хочу. Вот у меня и права есть. Зато у меня их нет. Восемнадцать исполнится, поговорим. Остался-то все. Тем более. Поработай пока слесарем. Осматривайся, знакомься. Да и машин свободных у меня сейчас все равно нет. Слесарем я работать не буду. Ну, как знаешь. Деду тут, понимаешь, первопроходцы, романтики. Им бы все пути пролагать неведомые. А работать кто будет? Слесарем я мог быть и в Москве. Ничем не могу помочь. До свидания. Деньги-то хоть у тебя есть? На валу. Ну, будь здоров. Понимаешь. Ну, мне кажется. Мне кажется, cubes я буду хорошенном. Слесарем яändig. sophomore динамом. Ба-ба-гу-ба. Поехали! 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 Главное, чтоб к утру сводки были у меня. Это что такое, а? Слушай, скажи ему, я вызову милицию. Сейчас. Эй, кончай! Чего ты тут цирк устраиваешь, а? Не свести, денег не будет. А у меня их и так нет. Что, совсем-совсем? Ты не будешь голодным? Ты меня хочешь накормить? Благодарю. Ну, я привык питаться только в бьет-столовой. Ну, перестань ты! Это что такое? А ну, брысь! Ну-ка, брысь, брысь! Давай, давай! Глава, скажи, чтоб убирал палатку и немедленно. Я ведь могу обидеться. Слушай, ты его лучше не зли, а то он точно тебя не возьмет. Бульгазеристы везде нужны. Устроят другую колонну. Ты обиделся, да? Ну, ты не горячись. Сначала сходи в столовую, пообедай. А потом все решим. Хорошо? Хорошо. Слушай, переоденься. В нас в таком виде не ходят. Ну, я не знаю, что это. Ну, я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Ну, я не знаю, что это. Столовую. Спасибо. Это я, Клава. Здравствуйте. Здрасте. Дайте мне, пожалуйста, салат из капусты? Два куска хлеба и чай. То есть, нет, пять кусков хлеба и чая. Это ты и будешь из Москвы, а? Я. Вилка, нож там. Приятного аппетита. Ну, чего еще? Я же просил салат из капусты. А это тебе не нравится? Да нет, нравится. Ну, ешь на здоровье. Я. Возьмите, пожалуйста, дайте мне салат из капусты. Ну, и упрямый. Скажи, ты зачем сюда приехал? Работает. Работает. А с капустного салата? Какой из тебя работник, а? У нас, знаешь, закон известный. Как полопаешь, так и потопаешь. Понял, а? У меня денег нет. Так оно, видать. А у кого они есть-то? Заработаешь, отдашь. Да я еще не устроился даже. Да это не беда, устроишься. У нас только лодыри и охламоны дело найти не могут. А ты ешь, пока горячий ешь. Спасибо большое. Да не за что, меня чуть в силу зову. Если что, заходи, ладно? Да ты ешь, не стесняйся. Ну, Василий Семенович, что вы скажете об этом юном искателе приключений? Как он был? А-а-а, этот. Уже все. Это ж тройная порция. Слушай, ждать их вот. Вот именно. Юноша несколько комплексует. Придется взять над ним шефство. Точно. 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 Извините, но... А что же вы стоите? Присоединяйтесь? Садись, садись, парень. Будь как дома. Извините. У вас что, аппетита нет? Ну, ему компания наша не нравится. Вася... Ты слишком дремолинейен и твердолоб, чтобы понять интеллигентного человека. Просто наш юный друг, столкнувшись со столь беспардонным поведением, несколько растерялся. Я прав, юноша. Сейчас буду выпить. У тебя случайно не найдется. Я не пью. Мы с Войей тоже не пьем. Ну, не потому что сознательные, а потому что денег никогда нет. А вы что же? Не работаете? Войенька, миленький, ну, пожалуйста. Ну, поговори ты с ним, а? Ну, мне вот так это нужно. Ну, пожалуйста. Что, влюбилась в любви? Ну, вот еще больно надо. С какой-то скотчей. Ну, просто хорошую поговорю. Какую тебе мать? Ну, у тебя же дар убеждения. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Это для тебя. Ну, ты с кого хочешь агентируешь. Ну, давай, иди. Иди. Благодарю. Было очень вкусно. И гостеприимно. Не за что. В приличных домах после обильной трапезы было принято вести светские беседы. Так, может быть, мы поддержим эту славную традицию? Или вы торопитесь? Да, тороплюсь. Помогать кому делать нечего. Прекрасно. Пусть это вас только радует. А чему радоваться? Свободен. А на что жить? Ну, мы же с Васей живем. Я так не умею. Я работать хочу. Вы романтика. Нет. Значит, вас привлекают сумасшедшие деньги. Не жигуль копите, угадал? Нет. Тогда не понимаю. А, привет. Привет. Да. Можно к вам? Перед рукам производства мое почтение. Ты их больше слушай. Это ж перепачи, а кламоны. Фии, как грубо. А главное, как несправедливо. Мы-то как раз вьем гораздо меньше других. Мы прямо признаем, что мы бездельники. Да, вас? Лентяи, тунеядцы. И мы не строим из себя деловых людей, как некоторые. Вы произвели на меня очень благоприятное впечатление в Вене. С удовольствием пригласил вас к себе. Но мы не знаем, к сожалению, с Васей, где сегодня остановились. В каком отеле. Всего хорошего. До новых встреч. Ну, будь. До свидания. Стало быть, не взял тебя Яков Иванович? А вы откуда знаете? Да уж знаю. Ну, что собираешься делать? Не знаю. Поеду куда-нибудь. Не пари горячку. Образуются. Потолкую кое-что. Нет, это ж, пожалуйста, не надо. Потолкал. Почему? Потому что я ненавижу все эти благодеяния. Неужели без этого нельзя? Можно. Но не каждому. Вздюжишь? Не знаю. Попробую. Ну, ты молодец. Однако, блат блатом, по помощь в помощь. Разницу улавливаешь? О, лимей. Ну, значит, так тогда. Вечером танцы тут в столовой. Приходи, мы слишком у меня есть. Сведу тебя с одним человеком. Да ну, не тёргайся ты так. Он тебе такой блат устроен. Накувыркаешься досок. Пока судьба дела работа. Тебе надо, однако? Надо. Ну. Давай, поехали. Я с их. Надя grassroots Hoje ArthurCP Там... Здравствуйте. Боринандο thu국 Буд call me be, Попробую? Эш, капец. Я пошеликいいةar, Еще раз идемой шijehen. В8月i. Как бы их не видать, всю тайгу испоганили. Ну, а палатка чья? Моя. А говоришь, не турист. Живу в ней. Логично. И долго жить собираешься. А сколько понадобится? Дождь с гор пойдет, вместе с палаткой. Река и смой. Это что ли? Это, это. Жильем, значит, обзавелся, ну а работаешь где? Это, в столовой. Хм, к харчам поближе. А что, у нас всякий труп очетен. А ты, случайно, не из кулинарного техникума? Это не важно из какого. Правильно, парень. Не теряйся в бою, не отставай от кухни. Пошли, Аня. А что, речка только на лице мирная? Здесь жить нельзя. Уж я-то знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Веня, сидели-то. Вы ко мне? А кому же еще? А что, у тебя туда есть, что ли? Да нет никого. А как вы узнали-то? А что, ты здесь живешь-то? Ну? А мне Федя сказал, водолаз. Какой водолаз? Ну, он здесь недавно был. Ну, здоровый такой, с ружьем. Ах, и этот. Это что, кличка у него такая, водолаз? Кличка, водолазы есть, водолазом работают. Ну, здесь же не Бермудский треугольник. Это там нужны водолазы. А здесь им, по-моему, делать нечего. Чурной. Да мы без них как без рук тут были. И чтоб, между прочим, целый отряд стоит. Вот на Унтере у Большой реки они там ложе под дюкер строят. Чего? Ну, такой желоб под нефтепровод. Ах, а вот эта черненькая, Аня. А она кто такая? А, ну, охотный инспектор. А что, понравилось? Почему понравилось? Просто интересно. Ты смотри, чтобы Федя про твой интерес не узнал, а то ведь не обрадуешься. Между прочим, он мне сказал, что ты здесь жить собираешься. Ну, а почему бы и нет? Ему-то, собственно, какое дело? Ну, что ты в бутылку лезешь? Она тебе же заботится. Благодетель. Ну, в общем, давай. Собирай свои вещички, и я тебе так и будет нормально жилье устрою. Да хватит, наконец, меня опекать. Я из-за этого из Москвы сбежал. Спасибо. 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 Здравствуйте. И Аня, там и Федя. Это всем известно. Я не понимаю, как вы до сих пор обходите без вас под водой? Аня, разрешите? Да. Получай, а ну что вы? Вообще-то у меня надо было спросить. Ну, зачем? Так вот, Анячка. Ну, раз позже, да, слушай. Здорово. Здорово. Неужели не ревну? Еще чего не хватало? К этому соложанку. Ну, а правда, что вы охоту-инспектор? Угу. Что? И давно здесь живете? Угу. Скажите, а мне не японка? А что? Охота? Ужа. А почему ваш кинет такой хмурый? Он не хмурый, а серьезный. Угу. Он ваш жених? Да, а что? Угу. Угу. Ужа лет 30. Дальше 32. Что вы говорите? А вам? 20. Угу. Он мне все ноги отдалил. И вообще малышам порабай. Анячка, сбасайте со мной. Я думаю, у Феди не обидится. А если обидится, свет клином на нем не сошился. Я ведь тоже парень хоть куда. А? Эй. Послушайте. Сейчас же извинитесь. Чего? Я говорю немедленно. Извинитесь перед девушкой. Если вы воспитанный человек. Не слышу. Укзану Горубиен, теперь слышите? Ну? Сейчас ты увидишь, что вам в глазах. Не надо, я вас уже прошу. Поздно, мальчик. Поздно. Забы такие номера не проходят. Часто, мальчик. Спокойно. Вески. Я же его предупреждал. Ребята, правда? Неша. Я не хотел, честным словом, не хотел. Да что ты? Смотри, наш птич. Ты что, парень, с ума сошел? Ну ведь он же сам виноват. Я только хотел, чтобы он извинился. Вот это, обалдеть можно. Это бы все-таки полегче. Я больше не буду. Если не будешь, отсидишь за публиканство, ты никогда больше не будешь. Не переживай, все видели, кто первый начал. Получил то, что заслужил. Идем, идем отсюда, псих нормальный. Ты что, жить надоело, ты с кем связываешься? Ты что? Я не переношу, как дохомяк. Где твой рюкзак? Вот. Ты знаешь, а где ты будешь жить? Суть, есть и на заброшенные баня. Баня? Да, баня. Ну, просто пока больше некуда. Ну ничего, поживешь пока. О, а где они? Саня! Саня! Привет, даром. Где ж твой солдат, мать? Да вот ж он. Ты? Я? Ты иди потанцуй, а мы покоим пойдем. Никуда я его не пущу. У нас мужской розыгрыш. Вот потому и не пущу. Ты что попросила? Ты что, Класс? Ты потанцуй. Пошли, пошли. Ой. Ну, пошли. А почему тебе именно на бульдозер здесь ничего? А это же дорогу строить. Понятно. Только машин сейчас все равно нет. А если я достану? Ну, знаешь, достану можно андаторовую шапку, а это брат бульдозер. С ним в нашем симпозиции. А если я найду, тогда возьмете? Работники нам всегда нужны. Мы как раз двух бездельников выдвинем. Парень вроде ничего. Но плохого не приведу. Ну, что ж, действуй. Покажи себе. Я тебе перед всем помогу. Приходи завтра в колонну. В часиков в десять найдешь? Конечно. Съедем кое-куда. Посмотрим. Ухи! Ну, это, конечно, не московская квартира. Сам понимаешь. Ну, а что, нормально. Ну, пока поживешь тут. А! Это же кошка. Кошка, да? А мне показалось. Что вам показалось? Ну, ты располагаешься, товарищ бульдозерист? А что, здесь уже кто-нибудь живет? Ну, я сказала, что здесь никто не живет. Это бы они заброшенные. Какой-то тут кто-то к вам свой выбросил. А может, это чья-нибудь мастерская? Ну, вот сама неверующая. Я сказала, что это не чейная баня. Просто ты какой-то вообще... Ну, ты не решите меня. Да, нет, это не дело. Как-то неудобно так. Без спроса. Приемник? Да нет, магнитофон. Хотите послушать? Нет, нет, спасибо. Ты, наверное, будешь ложиться спать. Я не знаю. Без пятнадцати и двенадцати времени. А у меня есть печенье, хотя бы... Нет, нет. Ой, что, это книги, да? Да. Агата Кристи. Я дорогу взял почитать. Вижу, что Агата Кристи не скипает. Просто спрашиваешься словарем? Или так переводишь? Без словаря, конечно. Простой текст. Так что... Пойду? Да, конечно. Вы и так со мной целый вечер возитесь. Я вас провожу. Не надо меня провожать. У меня таких провожитых, как ты, пруд пруди. Агата Кристи. Добрый вечер, юноша. Пардон, мы, кажется, потревожили ваш сон. Уберите, пожалуйста, фонарь. Он слепит мне глаза. Вася, извинись. Ты наступил, кажется, нашему юному другу на аре. Ребята, вы чего? Чего, чего? Ты чего в сизую баню залез? За это знаешь, что бывает? Я же не знаю, честное слово. Мне Клава сказала, баня свободна. Клава сказала, сказала. Японский... Молодец, что она сказала. Ребята, можно я на сегодняшнюю ночь здесь и останусь, а? А то палатка стоит уже поздно. За это деньги платят. Понял. Вася, твоя меркантильность оскорбляет нашего юного друга Меломана. Нет, понимаю, конечно. Но у меня ни копейки нет. Что, финансы поют романсы? В таком случае наш долг оказать вам посильную помощь. Так что вы, спасибо, зачем? Я ведь на работу устрою. Порыв похвальный. Но мне кажется, ваш трудовой энтузиазм несколько не оценили. В колонну взять отказались. Я тут с ребятами договорился. Они помочь и вещами. Помогут, помогут. А пока денег нет, ввали отсюда. Вася, ты думаешь, что говоришь. Вов, у тебя голова большая, вот ты. Я не обижаюсь на своего товарища. Длительное пребывание вдали от центров мировой культуры несколько огрубило его манерой. Вы серьезно хотите здесь обосноваться? Да я хотел. Если, конечно, с работы получится. У вас получится. Это точно. Работа дураков любит. Ну что ж, могу предложить такое вот решение жилищного опроса. Вы мне вот этот мобитофон, а я вам право на владение этой антикварной банькой. Плюс шесть чириков сверху. Жидел чириков сверху. Шехируете? Конкретизирую. Шестьдесят рублей в местной валюте. Довольные. Вася, человеку негде жить. А как же? А нам придется перебраться в другой кентрик. Поездный воздух. Дружные песни у костра. В этом, знаете, есть какая-то своя прелесть. Так что, если позволите, аппаратуру мы заберем все завтра утром. Ну что ж, обстоятельства выше меня. А это что? Это... Это перпетум мобиле. А? Вам удалось его заполучить? А вам кажется, что это совершенно невозможно? Три года упорного труда, без сонных ночей, и мне удалось опровергнуть этот укоренившийся предрассудок. Ха! Оказывается, вы физик. Почти. Я химик. Это точно. Вова у нас химичек. Ну так ладно. Не будем вас больше беспокоить, задерживать. Спокойно. Угу. На боди. Ари-Виде-Сте. Чё? Сроки-то затягиваются с ремонта. А что тут хочешь? Бригаде же людей не хватает. Может, и хламонов назакрыть? Ты не чукать? Одного утопленного бульдозера вам мало. Ну, что, с дурига, что ли? Ты кто? А вы кто? Мы? Да. Раки. Да. Почему раки? Потому что мы здесь зимуем. Я хочу тоже здесь зимовать. Все хотят, но не все могут. Он сможет. Извините, пожалуйста. Но вы сами были виноваты. Это точно. Нельзя мне, понимаешь. Как приложусь к этой море по колено. Хоть бросай. Ну, садитесь. Извините. Да. 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 Ай, ой, ай, ой! Вот, ай, ой! Привет, начальник! Привет! Здравствуйте! Здрасьте! Ну что, решили, будем бульдозер поднимать? Думаем пока! Думаю! Да, думаем! А чего думать-то? Аккордно заплатят поднимем! Главное, с начальством согласовать, а там... Да ну ладно, и без начальства шагов ты убить не можешь. В галюм пойдешь, и то приказы будешь ждать. Ну, у нас, возможно, оно, конечно, приятнее. Только бульдозер, мы зазря утопили. Как помнится, без премиальных. Лешки на виски. Пита хватает? Да завязал я все. Слышали мы это от тебя. Не в первый раз. Не буду больше. Не буду. Правильно, не будешь, иначе вслед за своими тумшками-охламонами из бригады вылетишь. Бригадир, он ведь на досуге принимал. Не на работе же. Не круто ли берешь? Нарушил сухой закон к чёртовой матери из бригады. Если из-за этого выгонять, кто же работать будет? Ладно, ладно, ты мне эту демагогию брось. Закон есть закон. Хватит трепаться, бригадир прав. А кто не согласен, может уходить. Лично я приехал сюда работать. Остальные, по-моему, тоже. Предлагаю, кто выпьет, гнать без промедления. Да и так уже двух человек выглядел. Нашел, о ком пожалеть. Например, в Лунишке две специальности. У Ивана вообще четыре. Вставляется. Кстати, нет соображений зачислить бригаду после месячного испытательного срока Вениамина Сиденьникова. Кто за? Ну вот, единобласно. Кстати, ко времени будет ещё один бульдозерист. Поздравляю, старик. Поехали. Ты не в кабину, вперёд гляди. Такого я в других местах не увидишь. Мы в школе, проходя углы и катеты, Мечтали страстно о доискательстве. И так богата клада не земля. Но убеждали нас, учителя. Ищите клавь в самом себе В своей душе, в своей судьбе. И вам, конечно, повезёт, Кто ищет, тот всегда найдёт. Ищите клавь в самом себе В своей душе, в своей судьбе. И вам, конечно, повезёт, Кто ищет, тот всегда найдёт. А жизнь идёт, и множатся события, Всё новые, открытия. И вдруг однажды понимаешь сам, Что творит жизнь твоим учителям. Ищите клавь в самом себе, В своей душе, в своей судьбе. И вам, конечно, повезёт, Кто ищет, тот всегда найдёт. Ищите клавь в самом себе, В своей душе, в своей судьбе. И вам, конечно, повезёт, Кто ищет, тот всегда найдёт. А вот они не будут. Так, так вот. Лартик Бэпазим не попойдётся здесь. В аккурат. Ремонтироваться. И вон там, метр строк тридцати от берега, Афламоны решили угол подрезать. Ну, ты их знаешь, Плинчук. Ну, вполонюю и угадали. И что, выплыли? Нет, потанули, капитально потанули. А этот чудак вытащил. Ладно, ближе к дню. А ближе к дню, значит, так. Их-то он вытащил, а бульдозер не встал. Он и сейчас там. Ты знаешь, какой это был бульдозер? Я вот для бригады Саундбера. Специальный завод за ним ездил. Найдешь машину, за нами не зажавеет. Подарю. Ну, спасибо за дорогой подарок. На своем бульдозере в колонну приедешь, начальник тебя не только на работу возьмет, как родного примет. А-а-а, что же мы его сами-то не нашли? Ну, времени не было. А у меня оно есть? Сам слышал. Месяц сроков. Кстати, верстап в трех отсюда водолазы дюкер укладывают, да бульдозера нашего руки не нашли. У них там Федор Чеханков за старшим. Это его знаешь, мужик с войск. Поговори с ним, он поможет. Как-нибудь обойдусь. Смотри, тебе жить. Ну что, поконим? Нет, вы поезжайте, а я останусь. Прикину просто. Ну, посиди. Подумай. Ну? А ныряй, не проступишься? Сейчас перен прихватил. Ну, тогда все в порядке. Дерзай, Вениамин. Надеюсь, еще увидимся. Я на слет передовиков еду. Счастливо. Думай, парень, думай. Только зная, один человек три черта не стоит. Это Хемингуэй сказал, а он знал в этом поле. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Узнаешь? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Допablo Да, а также равноправие. Вы что, против эмансипации? Не против. Я за эмансипацию. За мужскую. Я тоже. Ну, это славно. Стало быть, и проводились. Неденьки через две начнем. Это... Так это... Как же так столько ждать? У меня сроку всего четыре недели. Ну, что поделаешь? У нас своей работы не вправо рад. Федя, может, дашь? У тебя же есть запрещение. Ну, ну, ты пошли. Я дам. По инструкции не положено. Инструкция правильная, но людям тоже помочь нужно. Знал. А случись, что? Кто отвечать будет? Ты иди. Пока. Что-нибудь придумаем. И волнуйся. Ну, ну что ж? Счастлива оставаться. Опять твой позу извинили. Повернитесь, леви чуть. Вот так, проши. А то, Яков Иванович, хватится. Ты побед только начинешь. Ну, и что? Хоть ужин. Яков Иванович без меня, как без рук. Можно сказать, даже... Ой... Ой, ты прямо... Прямо репин какой-то. Мне чересчур красиво получилось. Почему чересчур? Такая, какая есть. Правда? Конечно. А какая есть? Такая. Все может. Самостоятельная. Да? Ну, это ты не самостоятельный. Из Москвы вам только выдали, отмахал. Как только из дома отпустили. Жену никто не отпускал. Как это? А так, как в песне поется. Попил водички, собрал весички. Свежо? Ага. А ты... Ну, ты даешь прямо кино. А водители-то знают, где ты теперь? Вот, на работу устрою. Жену пришли. Как ты можешь только у отца расстраивать? У него и так отдел головокруглым идет, а тут еще сынок. Адрей Степанович такой симпатичный. Симпатичный? А ты? Простите, вот, а вы откуда его знаете? Да узнай. Переломаемый, там начальство из Москвы приезжало, гускомиссию. Так Андрей Степанович председателем был. Лавнуешь? Клаварис, я вас очень прошу. Не говорите никому об этом, ладно? Ладно, только что скрывать? Таким отцам, по-моему, гордиться надо. Да ну а что ты так? Только понимаете, мне до, как все это надоело. Везде только и слышишь, денежки передать ревет папе. Вениамин, ты не должен остранить фамилию Сидельниковых. А мама себе в последнее время в голову убила. Вениамин, ты должен быть великим живописцем. А у меня, может быть, никаких способностей нет. А так, лишь бы кем быть, не отходим. А кто это сказал, что у тебя таланта нет? Человек один сказал. Вообще, я сам знаю. Поэтому на художественный факультет поступать не стану. Может, просто дурью моешься, а? Прям понять тебя не могу. Чей тебе нос это? Хочу дело свое найти и настоящее. Чтобы без всякого блата. Понимаете? Нельзя же всю жизнь сидеть за чужой спиной. Если, конечно, человек, а не фикция. Ну, а все-таки, чем ты добиваешься? Вообще-то инженером-строителем стать. Дорожником. Ну, вот пока мы для начала булько-сиристом пробуем. Или вам это тоже кажется странным? Да успокойся ты. Все на уминальном. Нормально. У меня будет одна к тебе просьба. Не надо выкать. Будет проще. Договорились? Конечно. Если выкли. Если ты не возражаешь. Понятно. А что с портретом? Даришь? Конечно. Конечно. Пожалуйста. Только ты себе не воображай. Это я так и с благодарностью. Потому что ты художник замечательный. И вообще. Улавливаешь разницу? Угу. Слушай, сиденька. Так ты что, портреты всех девчонок? Рисовать теперь будешь, да? Да нет. Это и так к слову. У нас парни ревнивые и очень серьезные. Они не любят, когда за их девчинками бегать начинают. Не посмотришь, что ты боксер. Ну да. А шею. И все. Вот. Мое дело предупредить. Предупредить. Ого. Ты якобы лазать. Здорово. Ой. Здорово. Так. Ясненько. Значит, Аня тоже успел нарисовать. Да причем тут Аня. Это портрет одной известной японской певицы. Художник от слова худо. Щобо в рэп посредней выучился, еще целоваться лезет. Слушай. Спасибо. Ясненько. Так. Ясненько. Ясненько. Ту-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Так. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Скажи спасибо, что вообще достала. Понятно? Нет. Да. Как я лучше сам, без закваланных. Ишь какой? В Москве все такие? Через одного. Ну ладно. Отшу тебе. Мне Федор дай. Юность нам дается раз, а это значит. Береги минуты, не теряй их сырья. Беспокойных сердцем ждет удача. Поднимая, ребята, якоря, Мы рождены для дел больших, а не для пустяков. И нет у сердца выходных от гулов от песков. И нет у сердца выходных от гулов от песков. Мы рождены для дел больших, а не для пустяков. Мы рождены для дел больших, а не для пустяков.